теперь великая засуха смотрите что происходит сейчас сейчас очередное испытание проходит именно мой сад значит сад стал еще больше заплана нет зацвела молодежь причем начинают те которые мне по это по пояс и кончая восьмиметровыми деревни я жду урожая это в идеале которых может никогда и не быть потому что впереди может быть и град еще заморозки еще может быть сильный ветер который сбивает плоды страшный ветер все может быть но сейчас потенциально это самый большой урожай сибири и в россии все это вы увидите значит но что такое испытание если морозами прошли испытания прошли заморозки но их не было сильных минус 2 минус 3 они не заметили во время святения это действительно слабые заморозки вот еще было много испытаний других вот и вот наконец пришла великая засуха помните как у богу и вот великую засуху надо чтобы великое перемирие объявить я сегодня объявляю великое перемирие в русне сантимиря зерки аналогии знаете как напрашивается великая засуха когда пришла весна растаял снег ни одна капля дождя не упала с неба до сих пор до сих пор вот а деревья покрыты невероятным количеством я потом еще покажу цветов и что получается во первых откуда она взялась кого благодарить благодарить надо то варьё которое в течение многих лет на наших глазах вырубали сибирскую тайгу вспоминаю вот так вот что произошло в природе третий год одно и то же то есть дикие пожары объясняю их причину вроде все сбалансировано есть природа где степь миллион или от степи где вода там вода все было успокаивалось и вдруг пришел человек за пилами пришел тайгу он миллионы гектар уничтожил не понимая этого не пойти то почему наша настолько биология беспомощна практическая биология настолько глупо а и и не в битом голову начиная с какой когда белок из пятого шестого класса я не помню вот и не битом голову всем начиная от простых людей которые пойдут березку сруби только потому что ему нужно колышки для палатки и кончая те которые мы называем великими то есть это высший класс это те кто управляет страной и они этого не знают что они не знают я вам нужно это говорить и так каждое дерево является насосом течение миллионов лет сложилась система это когда влага из почвы подается до неба с помощью именно деревья я вам показал когда-то схемы я умудряется показать как испаряется вода из водоемов но нигде не было показано что и на из деревьев это чуть ли не не то что запрещенное не то что кто-то скрывает просто не придают люди знают что это испаряется влагу дали себе не придают значение этому явлению как радиозному и влияющим на всю жизнь объясняю я вынужден это делать это скучно сейчас кто-то отключит компьютер вот да я вынужден это дело почему потому что есть фронтальные дожди они идут с атлантики вот по пути туча освобождается этих дождей и местные дожди вот эти места дожди они образуются все что попадает от атмосферы с помощью насоса с помощью деревьев они из почвы сосают влагу она попадает на небо проливаться дождями и если бывают пожары то все-таки где-то где только что-то аномалии какие-то такое случается но жили миллионы лет а пришел человек уничтожил тайгу и теперь каждый год горят леса сегодня сейчас на мурале по всей сибири горят не только леса живьем горят люди и они дома сгорают целые поселки вот кто-то сегодня увидел про этот самый про курганского вас кто-то вчера увидел про эту про хакаси позавчера а сложившаяся картина она страшная вот это теперь сколько лет пройдет пока все это зарастет и каким она сорняком зарастет вот это страшная вещь вот это было бы еще побольше садов тоже какой-то степени вот они насосы работы даже садовая деревья только при это поспоре вот это страшная вещь вот с это должно быть биология много примеров приводил то что должен каждый ребенок вплоть до министра который дает команду на вырубку и так война продолжается друзья сегодня у нас с вами день победы наши война продолжается давайте еще раз на войне бомбардировка уничтожен поселок мирное время поселок почти полторы сотни домов где жили люди я сколько об этом поселке с громадным уважением говорил это пригород абакан сколько я не уговорил и и показывают что показывают как горят дома и среди горячих домов цветут абрикосы а не один черт это разве не война когда смело полтора десят полторы сотни по этих домов это что не война чем она отличается от бомбардировки или от напавла которым эти вьетнамцы сжигали американцы ничем это наше дикое страшнейшее невежество я должен был выговорить это разве можно было это допускать миллионы кубометров что получается влага нету ли этих насосов деревьев влага осталось почве так на небе ни тучка не облачка вообще горит а так бы по моему деревья подняли бы влагу вот туда на небо там идет охлаждение конденсация и она уже в виде капель поливает землю вот и вы думаете когда-нибудь пересматривать эту дебильную биологию помните я сидел и мы для 6 класса пытались угадать глупейшие глупейшие вопросы нужна ли влага для того чтобы это самое зародыш развивался на кого рассчитан на дураков что дурак тоже ответит нужна ли влага для того чтобы зародыш развивался вот такая глупости а настоящее то вот это рассказать даже кто-то вы взял вот это вырезал от кусок и прозаслал если там наши люди по всем школам искал вот этот кусок вот этот вот эти фотографии вот все что я сейчас говорил минут пять-десять на 10 минут говорил вот это каждой школе каждому ребенку иначе ничего не изменится вот а хороший пример вы как и хорошие буду сейчас ругаться буду это сам усадьба где много достаточно странных заметить еще один день победы я сегодня добрый я уже прошелся по этим мошенникам которые миллиарды заработали а теперь горят эти леса и горят поселки ну ладно а а